Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящей пятницы вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Присели на полдня. Сегодня утром самолет авиакомпании Honor Air, выполнявший чартерный рейс из Перми в Анталью, был вынужден прервать полет и совершить незапланированную посадку в аэропорту Казани. По информации 59.ру, через несколько минут после взлета экипаж сообщил пассажирам о возникших проблемах с автопилотом. Систему попытались перезагрузить, но все же приняли решение посадить авиалайнер в Казани. Портал приводит слова одного из пассажиров. Когда прозвучало сообщение пилотов, одна женщина стала паниковать. Она стала кричать, что боится летать и требует новый самолет. Другие пассажиры велись и оспокойнее. Когда экстренно сели в Казани, в салоне мы еще находились 30 минут, ждали трап. В Казани нам сообщили, что запасного борта нет. Теперь говорят, что полетим на том же самолете. По данным коммерсанта, речь идет о самолете Аэробус-321, выполнявшем рейс 886. Воздушное судно вылетело из Перми в Турцию по расписанию в 4.50 утра. На его борту находилось 214 пассажиров. После нескольких часов ожидания в Казанском аэропорту они продолжили полет тем же бортом. Четверо с начала недели на водоемах при камье продолжают тонуть люди. За четыре дня водная стихия унесла уже 4 жизни. Все погибшие мужчины. Трагедия случилась в Очерском, Бордымском, Верещагинском и Кунгурском районах. Всего с начала года в Пермском крае утонуло 22 человека. Из них трое несовершеннолетних. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела на пляжах Перми усиленный контроль с закупающимися. В ближайшее время места отдыха у городских водоемов дополнительно проверят на безопасность. Кроме того, на некоторых диких пляжах установят знаки, предупреждающие об опасности и запрещающие купание. На скамью подсудимых сядут чиновники городской администрации. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебным подлоги. Расследование уголовного дела в отношении начальника и главного специалиста отдела Департамента градостроительства и архитектуры Пермской мэрии завершено, сообщает сайт Краевого следственного комитета. Установлено, что в декабре 2013 года между Минстроем Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на приобретение в госсобственность Пермского края 150 жилых помещений в строящихся домах для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На общую сумму более 230 миллионов рублей. В результате незаконных действий работников отдела подготовки и разрешительной документации Департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, организации и подрядчикам были получены разрешения на ввод домов в эксплуатацию при фактическом незавершении их строительства. Напомним, речь идет о нескольких домах по улицам Исхакова и журналиста Дементьева в микрорайоне Запрут. Здания оказались не подключены к системам холодного водоснабжения и водоотведения. В квартирах не были завершены отделочные работы, отсутствовало электричество и газ. На стенах образовались трещины. Кроме того, площадь жилых помещений была меньше нормы, предусмотренной законом. Телевизионная служба новостей не раз рассказывала о проблемах, заселившихся в эти недострои сирот. Я заказала независимую экспертизу, акт экспертного исследования своего жилого помещения, где были выявлены многочисленные нарушения, в частности, сантехники, звукоизоляции, уровни инсуляции. Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пожарных норм. Потерпевшими по уголовному делу признано порядка 150 человек. Все материалы переданы в суд. Юлия Алеева, телевизионная служба новостей. Но пасаран, то есть они не пройдут. Ассоциация содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт» организовала пресс-конференцию, чтобы подвести промежуточные итоги судебных разбирательств. Напомним, в марте этого года Пермская городская дума запретила размещать нестационарные торговые объекты на придомовых территориях. Сейчас предприниматели и представители ТСЖ пытаются оспорить это решение. На сторону собственников земельных участков встала прокуратура и антимонопольный комитет. Подробнее о противостоянии расскажет Елена Яговцева. Сделал гадость, сердце радость. Так вот это касается наших властей. В глазах решительность, в намерениях твердость. Представители пермских ТСЖ сдаваться не собираются. Борьба продолжается, сообщили они журналистам. И скорее всего, дело дойдет до Верховного суда. Ведь получаемость предпринимателей арендная плата – серьезное подспорье для содержания и обслуживания зданий прилегающих территорий. Аренда необходима дому не для того, чтобы обогащаться. Не для того, чтобы жильцам не платить коммунальные платежи. У нас стандартные коммунальные платежи. Нам эти арендные платежи и сдача в аренду земельного участка необходимы только для того, чтобы просто выжить. Чтобы наш дом стоял и жильцы могли в нем проживать. Екатерина Безгодова недоумевает. Чем вообще вызвано намерение запретить НТО? С заботой об эстетике и внешнем облике города, по ее мнению, аргумент слабый. На пресс-конференции представители ассоциации ТСЖ также выразили свое отношение и к недавней истории о якобы обнаруженной в питьевой воде из киосков заразе – синегнойной и кишечной палочках. Палочка-выручалочка появилась именно тогда, когда указанные организации выразили несогласие с решением Пермской городской думы. Роспотребнадзор сам пробы не отбирал, но вот такая шумиха уже началась и ущерб бизнесу, как вы понимаете, огромный. Потому что когда такой шум идет, есть там эта палочка, нет палочка, на всякий случай люди, наверное, все-таки эту воду пить не будут. Тем временем Краевой суд завершает рассмотрение сразу нескольких исков сторонников дворовых НТО городской думе. Коммерсанты, ТСЖ и жители требуют отменить мартовское решение депутатов о запрете размещения киосков на придомовой территории и снять ограничения по размещению объектов. Считают, что это противоречит законодательству региона и Российской Федерации. Частные земли, они для того и представлены нам, собственникам, для того, чтобы мы владели ими и распоряжались. В том числе у нас есть ответственность за содержание этой земли. Получается, что ответственность за содержание нам оставляют, а право использования нас хотят забрать. Конечно, мы будем бороться за то, чтобы сохранить. Собственников поддержали прокуратура и антимонопольный комитет. Городская дума, в свою очередь, готовит новую редакцию правил благоустройства, в которой, в частности, планируют исключить норму, запрещающую устанавливать киоски ближе 15 метров от фасадов домов. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Школа главного архитектора. Международный образовательный проект с таким названием открылся сегодня в Перми. Его участники под руководством российских и зарубежных экспертов в течение 10 дней будут разрабатывать свои концепции развития центральной части нашего города, а затем представят их на суд общественности. В школе, открытой в разгар летних каникул, побывала наша съемочная группа. Молодые и талантливые архитекторы со всей России собрались в Перми с одной общей целью – раскрыть потенциал территории. Проще говоря, увидеть городское пространство свежим взглядом и предложить эффектное и эффективное его использование. Первый звонок в школе главного архитектора прозвенел для 64 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Тюмени и других городов страны. В рамках проекта, который реализуется в стенах частной филармонии «Триумф», будут работать четыре площадки. По числу городских объектов, предложенных молодым архитектором для приложения творческих сил. Например, участникам секции под названием «Все дороги ведут на Каму» предложили подумать над тем, как развить набережную на участке от улицы Крисанова до Островского. А вот выпускнице Московского архитектурного института достался другой кейс. Идея, как в полной мере раскрыть возможности локации, у нее уже созрела. Мой кейс – это завод Шпагина, реорганизация этой территории. Как мне кажется, здесь должен появиться мощный досуговый центр, единая среда. Я хочу, чтобы все люди смогли встретиться на этой территории и провести время. Проект школы главного архитектора родился в Екатеринбурге и впервые за четыре года вышел за рамки этого города. В программе предусмотрены и открытые лекции российских и зарубежных экспертов. Посетить их может любой желающий. Чем больше общения, тем лучше, уверены организаторы. Специфика нашего проекта, что мы помогаем раскрыть этот ресурс, раскрыть этот пациент с одной стороны. С другой стороны, мы помогаем всем субъектам встретиться и объединиться на одной площадке, для того, чтобы, во-первых, донести взаимно друг для друга свое видение, а во-вторых, действительно в процессе этого взаимодействия выкристаллизовываются какие-то ценности. Уже 15 июля выпускники этой необычной школы представят свои проекты профессиональным архитекторам, пермским властям и общественности. Лучшие идеи будут воплощены в жизнь. Юлия Алеева, Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Из Пермской губернии в Китай, а затем в Бразилию. О судьбе прикамского купеческого рода Алиных вполне можно снимать остросюжетный сериал. До революции они торговали мехами, были поставщиками императорского двора, а после переворота разъехались кто куда. Потомок рода Алиных написал книгу об истории своей семьи и прибыл в Пермь, чтобы презентовать ее горожанам. Тему продолжит Юлия Зыкова. Потомок одной из самых знаменитых прикамских династий Сергей Согрин принадлежит крупному купеческому роду Алиных. О них уже несколько лет собирает материалы и публикует на свои средства. На днях вышло в свет очередное дополненное издание, где много уникальных фотографий и документов, рассказывающих о судьбе каждого из его предков. Своё семейное дело они начинали в Чердене. Алины именно черденские, то есть мой дед, мой прадед, они поставляли рябчиков, дальше белорыбецу, семгу и прочие вот эти все. Вещи на стол его императорского величества. Больше всего вкладывали свои деньги в благотворительность, строительство и так далее. Содержали приюты, эти самые дома для бедных, церкви содержали. Ну, в общем, многое что делали. Торговля рыбой, дичью и особенно мехами у Алиных шла настолько хорошо, что их прозвали меховыми королями. Свой товар черденские купцы поставляли на самые крупные российские ярмарки – Нижегородскую и Ирбитскую. Открывали магазины в разных городах страны. Получили звание поставщиков двора его императорского величества. В Алинские меха одевались знаменитости – артист Фёдор Шаляпин, импресарио Сергей Дягилев. Это здание в Перми на улице Сибирской раньше принадлежало купцу Александру Алину. Здесь был магазин меховых изделий и скорняжная мастерская. Александр и его семья жили на втором этаже. Сюда в 1918 году приходил в гости брат императора Николая II во время своей ссылки в Перми. Великий князь Михаил был гостем неоднократно у Алиных. Даже в его дневниках есть записи. Был у Алиных чай, обед. После революции судьба разбросала Алиных по миру. Потомки купеческой фамилии эмигрировали в Китай, а затем в Бразилию. Один из них – Василий Алин стал видным учёным-энтомологом. Открыл больше двух десятков видов насекомых, в названии которых фигурирует черденская фамилия. Жизнь самого автора этих книг тоже достойна литературного описания. Сергей Согрин родился как раз в эмиграции в Шанхае. А в 1947-м, в 10-ти лет, родители вернулись в Советский Союз. Естественно, я с ними. Мы приехали в этот Свердловск, теперешний Екатеринбург. Там я закончил Уральский политехнический институт по профессии металлург. Немножко поработал. А я параллельно с этим очень увлекался альпинизмом. И потом меня пригласили возглавить, создать спасательную службу в Таджикистане на Памире. Сергей Согрин в своё время участвовал в поисках погибшей тургруппы Дятлова. В 70-е годы в горах Таджикистана организовал базу спасательной службы. Опасной работе отдал 12 лет. А после развала Союза пришлось срочно уезжать из Средней Азии. Сергей Николаевич с семьёй вернулся в Россию. Говорит, стал беженцем, как когда-то его предки. Сейчас он живёт в Краснодарском крае и продолжает собирать материалы о своих прикамских родственниках. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Пермские полицейские в деле «Чекань за наших». Акцию с таким названием организовала российская полиция. Министерство внутренних дел таким образом решило поддержать национальную футбольную сборную, которая, как известно, завтра проведёт четвертьфинальный матч Чемпионата мира против команды Хорватии. «Чекань за наших! Передаём их ответам подмосковным полицейским!» Старт этой акции дала Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации. К акции присоединились полицейские регионов страны. Вот, к примеру, видеоролик, который записали стражи порядка из коми округа. «Секадырка Пермского края присоединяется к акции «Чекань за наших». «Мы поддерживаем нашу футбольную команду на чемпионате мира. Вперёд, Россия!» Не остались в стороне и пермские полицейские. Они, кстати, обыграли в своём видео то, как праздновал забитые мячи на Мундиале нападающий сборной России Артём Дзюба. Передаём эстафету Сочи и желаем удачи сборной России в матче с Хорватией. Напомним, что игра России и Хорватии состоится в субботу в Сочи. Начало в 23 часа по пермскому времени. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. На этом у меня всё. Далее наш выпуск продолжит Евгений Цвет с деловыми новостями. Сразу после короткой рекламы новости спорта и традиционная рубрика «Дежурный по городу». Я же с вами прощаюсь.